когда необходимо производить замену и поверку в 354 постановлении 81 12 пункта я вот сейчас там уголки вам вы вывожу можете посмотреть есть перечень и как раз критериев при которых вы должны производить замену или поверку своего прибора учета смотрите значит первое это не отображение приборами учета результатов измерения но бывает такое что до механизмы клинит по ряду причин там не знаю может грязь какая-то попадать еще что-то если у вас не стек срок гарантии этого прибора соответственно вам надо производить замену здесь поверку однозначно делать уже смысла нету но если вас гарантия не прошла вы можете обратиться к продавцу этого прибора соответственно который приведет какое-то расследование там не знаю экспертизу свою внутреннюю и вам по этот прибор на производят замену на новый далее что нарушение контрольных пломб или знаков поверки это тоже серьезное нарушение здесь вам однозначно придется производить замену тоже поверки здесь не подлежат потому что контрольная пломба она защищает от вмешательства в счетный механизм и соответственно как бы даже если у нас поверку пройдет он уже не соответствует нормам и если у вас допустим будет проверка ресурс снабжающей организации вашего узла учета а такое иногда бывает правда редко но бывает и соответственно вам могут забраковать этот прибор и пересчитать все по нормативу все что было до этого поэтому его на лучше все-таки заменить от греха подальше третье значит механические повреждения прибора учета тоже необходимо будет производить замену что такое механические повреждения стекло разбили потом смотрите может еще запотевание быть стекла то есть вы вы не можете эти показания просто посмотреть на что вас постоянно запотевает то есть как-то попадает влага где-то нарушена герметичность это уже механическое повреждение считается здесь тоже необходимо производить замену ну или ударили вы его не знаю там тоже такое может быть далее превышение допустимой погрешности показаний прибора а как в большую так и меньшую сторону обычно в меньшую сторону редко кто обращается но в большую сторону да иногда бывает такие подозрения что вроде бы я там один живу дома да там показания у меня там выше крыши в этом случае вы можете до произвести поверку и подтвердить свои опасения если по поверка покажет что у вас превышает погрешность соответственно показания с эталоном значит надо будет произвести замену если поверка покажет что все хорошо замечательно да вы заплатите за поверку но тем не менее это промеж меж поверочный меж поверочный уже будет не поверка и соответственно ваш прибор может дальше вы уже будьте спокойным сердцем дальше им пользоваться он также это в этот а также поверка вносится как раз в реестр и в гис аршин далее ну и соответственно самое распространенное течение меж поверочного интервала где эту информацию посмотреть вам тоже все это показывал это и можно и на сайте водоканала на сайте тгк-14 ну и соответственно всем рекомендую пользоваться вот это вот реестром измерительных приборов вот этот и в гис аршин там забиваете свой заводской номер и соответственно всегда можете увидеть там начиная с даты первичной поверки завода прям и следующая поверка тоже указано всю эту информацию можете получить